Взял этой вонючей набой, убил женщину. Ты кто такой, сука, чтобы это сделать? Ёбаный рот этого казино, блядь! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Извините, что вначале микрофон, как говорится, не включил, а такой, да. Сегодня мы с вами пообщаемся. Всем приятного просмотра. Пятничный стрим, как говорится. Пятничный стрим, я никогда не отменяю. Хотя, завтра, между прочим, на работу. Вот. Потрудиться надо на славу, как говори, блядь. Сука, сегодня я трудился нормально. Сегодня я херачил, дай боже. Вот, заявочек было прилично. Что-то, сука, мой костюмчик немножко загрязнился, но надо будет постирать на выходных. Вот. Тружусь потихоньку. Занимаюсь разными, там, вентиляцию делал в паркингах, там, двигатели наебнулись. Потом настраивал, датчики ставил, реле времени в паркингах, чтоб всё это по автоматике включалось. Ноль отгорел нахрен в щите сегодня. Пизду, блядь. Полщита сгорело, восстанавливал. Нормально похерать ли. Вот. А я несколько часов дома. Чего ты взял, Ксеносакс, что я несколько часов дома? Я домой пришёл, я даже успел, не успел поесть. Я еле-еле успел новости нарыть. И... Интересный. У меня смена кончается в 18.00. Это кончается смена. Но не всегда я к 18 успеваю прийти, потому что... Уж какие там часов дома. У меня работа, ёбб, перный театр сколько. А бывает и шабашки ещё. Бывает, прихожу минут за 20 до стрима. Быстренько наклепаю новости на стрим. И вперёд с песней. Поэтому нахрен нужно людям ходить на бакю, блядь, или холопа в кино. Чё смеяться-то? На кого там смотреть? На Кристину Асмус посмотреть? Чё б на Кристину Асмус посмотреть, пойти в кинотеатре, блядь, в туалет и подрочить, что ли? Для этого они эти фильмы, что ли, повторно, блядь, потеребонькать пеструнчик свой? На Асмус? Нет уж, спасибо. Мне это не надо. Не надо мне это. Ещё компания Энтега успела выпустить повторный прокат Касабланку. Переводь, криминальное чтиво, понятно, что очень интересное решение. Я бы на фоне кинотеатров, конечно, бы постарался договаривать. Ну, опять же, видишь, они не могут иностранные фильмы, типа, транслировать. Так бы по факту, блядь, транслировать. Там, Терминатора 2-го, 3-го, боевички старые, охуенные, с Арнольдом, с Ван Дамом, с охуенным звуком, качественные картинки. Для людей, у которых нет дома охуевших кинотеатров домашних, качественных, могли бы посмотреть крутые старые фильмы в максимально хорошем качестве. Resident Evil 4. Я бы лично пошёл бы в кинотеатр ещё раз на Resident Evil 4, потому что посмотреть этот фильм в 3D с охуенно мощным звуком. Потому что у меня есть ресивер-колонки, но я же не могу их включить на полную громкость. Плюс у меня сабика нет. А в этот фильм уже, блядь, сабик выкрутить на максимум, выкрутить звук на ресивере хороший, шоб долбил ёпаный рот и шоб 3D было. А такое только в кино. Олег, ты очень оптимистичен. Спасибо. Зараживай, надеюсь, еда и ЖКХ не подорожает. Я тоже надеюсь. Ты сможешь вывести деньги с донатов. ПС, я с Пионерской. Давай встретимся, и ты раздолбаешь мою тугую резетку. Ёп твою мать, опять под конец, змея, перный театр. Это уже перебор. Сколько раз в неделю, по каким дням будешь стримить? Я планирую стримить пятницу, среду и воскресенье. И больше игровых именно стримов, хороших игровых стримов. Смысл в чём? Вот игровые стримы – это вещь. В России перевыпустят брата, «Шмурки» и другие фильмы Алексея Балабанова. Такая новость. Компания «Наше кино» сообщила, что собирается выпустить в кинотеатрах России две части «Брата» и несколько других картин. В частности, кино ещё раз покажут и ряд других фильмов. Ну, это получается, тут выйдут, собственно, фильмы, которые уже сняты, просто их по новой будут показывать, потому что сейчас многие фильмы отменили из-за санкций, то есть иностранные компании ушли из России, как я и говорил, и вот будут повторно показывать наши фильмы, собственно. делают новые, а просто, я так понимаю, просто будут транслировать в кинотеатрах старые фильмы. Вот и всё. Ну, как бы, пизда. О, ёптвою мать. Чё нас ждёт? Ладно, хер бы с ним, с этими айфонами. Россияне больше не могут оплачивать игры в Steam-картами. Вот так вот. Скоро поправят. Steam-то уж, блин, считается исконно российской платформой, которую русские геймеры любят, ценят, уважают. Уж Габен-то нас не подведёт, уж Габен-то нас не бросит, я считаю. Вот сколько лет мы уважаем, ценим и чутко любим Габена. Просим его выпустить Half-Life 3. Молимся на его платформу Steam. Вот, допустим, вот наша ситуация. Человек был против пиратства. Всегда разработчиков поддерживал. Покупал всё. Как разработчики говорят? Вы покупаете наши игры на старте. И, допустим, человек, который во всё это верит, поддерживал, говорит, да, я вот каждую игру вашу покупаю по скидкам. А ему как ёбнули по щекам вот так членам искать. Да хули нам? Больше мы не будем в России игры наши продавать. А нам насрать. Вот так вот мы, мы вот такие вот. У нас вот CD Projekt особенно вот. А мы больше не будем наши игры в России. И переводить не будем. А женихуя делать не будем. Блин, хотим и не будем. Ой, вот эта машина, которую я очень долго хотел себе купить. Короче, классная тема. Её там Академик себе покупал. Блин, такая хорошая. И состояние качественное. Я себе когда в Тагилии искал, вообще ни разу не находил в хорошем состоянии их. Были только убиты в говно просто шакальные демоны, которые их размотали нахрен. А здесь, вы посмотрите, насколько классно она состояние. Такая машинка прикольная, конечно. Салончик тоже бежевый такой. Классно, мне прям нравится. Ой, машинка хорошая. Плазма на ней возить. Пионер Кура можно. Хорошая. Не знаю. 250 тысяч всего. Правда на механике. Я бы на автомате бы хотел. Так, идём дальше. Ну, это как буханочка. Только урод. Немножко уродливая, конечно. Но... Да, вот такой вот, конечно, комп. Забавно взять корпус, короче, вот такой. Поставить сюда современную материнскую плату и 3090Ti поставить в этот корпус. 3090Ti. И сказать, вот у меня компьютер. И все будут думать, что это какой-то допотопный... Знаете, ролик, короче, снимаешь. Вот такой вот старый монитор. Вот такой старый компьютер. А туда современное топовое железо. 12900K процессор. 3090Ti карточка. Вот. SSD диск на 2 терабайта Samsung EVO. Блок питания 1000-ваттный какой-нибудь там Корсар там или ещё какой-нибудь другой. Кулер какой-нибудь такой от Noctua, только подходящий по размеру. Вот. И всё. Вот это дело запихнуть вот в этот корпус. Хочешь починить что-то одно, ломаешь ещё одно. В итоге хотел починить карту захвата, сломал интернет. Как-то так. Весьма прискорбно. Но будем закругляться тогда, на сегодня. Сегодня посидели, потарахтели. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так, иди нахер. Эй, а чё-ка 2 эндокринного этого?